День добрый, с вами Смирнова Ирина и сегодня мы попробуем создать блок очень так обзорно, потому что все элементы, которые мы будем добавлять сейчас на наш блок, работать с ним, мы уже с вами изучили и нам будет создавать его достаточно просто этот блок. Я надеюсь, что вы уже перед созданием блога продумали его тематику, продумали его под заголовок, подобрали к нему ключи, то есть те ключи, которые покажут поисковым системам, о чем ваш блок, то есть это практически будет семантическое ядро вашего блога. Вы продумали, как вы его хотели бы оформить и мы теперь приступаем к созданию этого блога. Я решила начать с самого начала. Почему? Потому что хочу показать, что самый оптимальный вариант это создание блога на пустом шаблоне. Создать новый блок. Выбираем пустые. Вот этот минималистический дизайн, наверное, лучше всего подходит. Редактировать. Здесь у нас есть лишние элементы. Эти элементы мы с вами должны удалить. Ну, например, такой элемент, как вот этот слайдер. Я просто его выделяю как объект и нажимаю на клавишу «Делить». Давайте мы с вами пока вот эти вот кнопочки закроем, чтобы они нам не мешали. Теперь посмотрите. На нашем с вами сайте есть несколько страниц. Они нам не нужны. Они будут нам мешать. Поэтому что мы делаем? Мы с вами удаляем эти страницы и оставляем только одну страницу. Страницу главная. То есть мы создаем обычный нормальный блок. Все страницы мы добавим позже. То есть те страницы классические, которые у нас являются. Страница о вас, страница контактов и так далее. Все. Значит, мы с вами оставили только одну страницу, которая называется главная. Вот с этой страницей мы с вами сейчас и будем работать. Закрываю работу со страницей и выхожу вот на эту кнопку «Блок». Нам сразу предлагают войти в «Блок» и добавить его. Я просто кликаю вот на эту кнопку «Добавить» и наш блог создается. Обратите внимание на то, что внешний вид блога, вот он, он классический. То есть здесь абсолютно классическая форма блога. Это главная страница с анонсами. Сама форма блога, сама структура, архитектура блога очень простая. Что очень импонирует вашим посетителям. То есть на этом блоге все очень понятно и очень просто. Начинаем с того, что переходим на оформление макетов страниц блога. Заходим вот сюда, страница блога. У нас здесь с вами есть две опции. То есть настройки самого блога и настройки конкретной страницы поста. Не анонса поста, а именно поста. Давайте сначала зайдем на блог. Нажимаем вот эти три кнопочки у нас. Здесь понятно, что мы можем переименовать, скрыть, удалить. Нас интересует вот эта опция настройки. Здесь в этой опции мы видим, как у нас называется страница в меню. В данном случае она у нас будет называться блог. Но я бы хотела ее назвать главной. Поэтому я ее переименовываю главной. Естественно, я ее из меню не скрываю. Я ее делаю главной страницей. Выбираю макет этой страницы. Макет страницы у меня стандартный. Такой, как обычно. То есть эта страница у меня с хедером и футером. Вы можете сделать просто ленту новостей, если у вас именно такой должен быть блог. Мы выходим в доступ. То есть я допускаю всех людей на свой блог. Я не защищаю его паролем. В данном случае сейчас мы с вами разбираем именно такой блог. Но если вы хотите создать блог конкретно для своего какого-то круга, то вы можете защитить паролем и этот пароль дать тем людям, которые хотели бы, чтобы посещали ваш блог. Или установить форму регистрации. Тогда люди, только те, которые зарегистрируются, попадут на ваш блог. Как это делается, мы с вами уже разбирали. И вот теперь настройки SEO. Здесь в настройках SEO обратите внимание, что вот эту вот часть вы зайдете после того, как вы создадите блог. Почему? Потому что здесь это идут настройки именно по работе с поисковой системой Google. Лучше всего это делать тогда, когда ваш сайт уже будет готов. А вот здесь надо дать название вашему сайту. То есть здесь я пишу, что это у меня тестовый сайт. И вот здесь я должна написать, о чем будет мой сайт. Давайте я вот так вот подниму повыше. Посмотрите, как будет отображаться мой сайт в поисковой системе, показанном вот здесь снизу. Здесь я пишу, что этот сайт, вид в поисковике. Напишем, что у нас эта страница будет называться главная. Вот вы можете дать адрес страницы какой-то свой-другой, но в данном случае это будет главный у нас. И вот сюда мы добавляем с вами ключевые слова. Через запятую. Ну давайте добавим, например, такой конструктор VIX и так далее. То есть вот те ключи, которые вы подобрали для своего блога, вы его вводите сюда. Пишу. Готово. Все со страницей с главной мы с вами разобрались. Посмотрите, у меня она переименована с блога на главную и так далее. Дальше идет страница поста. Страница поста – это та страница, на которой будет полностью отображен весь ваш пост. Здесь мы выбираем макет, опять же, стандартный доступ, делаем без ограничений. А вот здесь вы пока настроить ничего не сможете. Вы просто увидите, как будет выглядеть сниппет вашей странички в поисковой системе. Когда прикрепится домен, то вот эта ссылочка у вас, конечно, изменится. Пишем. Готово. Теперь заходим в элементы блога. В элементах блога у нас даны те элементы, выбор элементов, которые мы можем с вами заменить. Ну вот, например, сейчас у нас недавние посты на блоге. Видите, как выглядят? Вот они маленькие здесь. И эти с датой и заголовок. И маленькие картинки. Вы можете заменить его вот на такие большие картинки просто с заголовком. Избранные посты. Вот они сейчас здесь показаны. Вот картинка с рисунком, да? А вы можете его просто сделать списком. Ну и так далее. Категории, кнопки. Ну, например, вот давайте мы сюда вот добавим вот такую вот кнопочку, рыженькую. RSS ленты. Вот она у нас добавится сейчас. Я просто ее уменьшаю до размера кнопок. Вот таким образом. У меня появляется вот такая вот новая кнопка. То же самое я могу изменить ленту блога. Сейчас у меня лента блога вот в таком виде. Я могу ее сделать в виде плитки. Я оставляю такой, какая она есть. Когда мне понадобится установить слайдер, я поставлю отсюда слайдер. Похожие посты, пожалуйста, могут выглядеть так. Могут вот так вот по-разному выглядеть списки. Комментарии и так далее. То есть здесь вы можете повнимательнее почитать все. И все эти вопросы, здесь элементы блога эти добавить. Вот эта кнопка, это кнопка, которая дает вам очень большую информацию по созданию блога. Если вы что-то забыли или не помнили, вы просто заходите сюда, заходите в центр помощи. И вам здесь даны ссылочки буквально по всей информации. Не обращайте внимания на то, что здесь всего 8 ссылочек. После перехода по каждой ссылке они раскрываются, и ссылок будет намного больше и намного больше ответов на ваши вопросы. Закрываем это все, и теперь приступаем к работе. Итак, еще хотела обратить ваше внимание на то, что вы можете поменять, зайдя вот на эту кнопку. То есть здесь мы поменяете конкретно сам внешний вид блога. Давайте выберем какой-нибудь вот такой вот, вот такого плана. Вот, пусть будет у нас вот такой вот, внешний вид вот такой вот. И добавляем на другие страницы. Добавляем на все страницы. Пусть все страницы будут с таким фоном. Все. Итак, начинаем работать с нашим блогом. Для того, чтобы с ним работать, нам нужно с вами выйти на редактирование поста. Выходим, редактировать пост, и начинаем с ним работать. Все очень просто. Здесь мы добавляем заголовок. То есть у вас уже все готово. Здесь стоит дата, когда вы работаете. Вы можете выбрать, изменить дату. То есть сделать ее, отнести публикацию чуть дальше. Это так называемая отложенная публикация. Здесь вы можете установить имя автора, если вам это необходимо. А вот здесь вы можете установить фотографию. Галерею, видео, гип-разделитель и так далее. Давайте мы с вами поставим фотографию. Потому что принцип установки один и тот же. Вы можете это выбрать из своей библиотеки. Можете выйти в бесплатную библиотеку. Давайте мы выберем вот этот рисунок. Пишем применить. Картинка большая. Я могу ее уменьшить. Но посмотрите, здесь при наведении курсора появляется вот такой значок Excel. То есть эта картинка очень большая. Я ее выделяю. Например, могу сделать очень маленькой. Вот она какая. Или выделяю, кликая сюда, делаю ее вот такой вот L. Я могу изменить размер картинки вот за этот бегунок потянув. Давайте я вот так вот ее изменю и поставлю ее с левой стороны. И теперь вот здесь вот мне надо просто установить текст. Зайду вот сюда на этот блок свой, чтобы не писать нам, не тратить время. И вот так вот скопирую текст. Захожу в редактор сайта. И помните о том, что здесь вы устанавливаете свой текст только кнопками. Ctrl-C копируете. Ctrl-V вставляете. Чтобы работать с текстом, вам достаточно выделить какой-то абзац. Вот я выделила этот абзац. Посмотрите, у меня появилась сразу панель, где я могу сделать, например, этот шрифт жирным. Я могу выбрать определенный текст. Извините, шрифт. Я могу сделать его италика. Я могу изменить его цвет. Я могу сделать ссылку. То есть обычным образом, как это обычно мы делаем. Давайте я вот так вот сделаю. Вот так вот. И вот так вот. А теперь посмотрите. Если я выделю, например, вот эту вот часть, то есть опять соберусь работать с текстом, то здесь есть еще одна очень хорошая возможность создать нумерованный список, маркированный список, сделать отступ с левой стороны, увеличить отступ с правой стороны. Вот это вот межстрочный интервал. Сейчас он полтора. Я делаю его 1 и 2. Причем выделяться, интервал будет меняться именно там, где вы выделили текст. Я могу разделить, увеличить интервал букв. Например, ну посмотрите, вот сейчас выделенный текст. И посмотрите, насколько увеличился интервал межбуквенный. Возвращаю его в обратное состояние. Здесь у нас направление текста. И здесь вот эта кнопочка, это кнопочка отмены всех ваших действий, работы с текстом. Итак, этот вопрос мы с вами решили. Скрываем это. И выходим из текста. Теперь точно так же все устанавливаете, как эту картинку. Можете установить галерею, можете установить видео и так далее. Но вот я хотела бы вам показать, каким образом можно установить еще и форму подписки. Например, на ваш пост можно здесь установить форму подписки. Мы выделяем место, где собираемся устанавливать форму подписки. Я, например, захожу вот сюда, копирую форму подписки на своем рассылщике. Выбираю вот эту панельку. Посмотрите, здесь я ввожу код, который я взяла. Пишу обновить. И вот у меня появилась форма подписки. Давайте мы ее вот так вот выделим. И теперь нам нужно только ее поднять вверх. Подниматься вверх она будет до тех пор, пока область этого объекта, область объекта, вот она появилась, область объекта, у вас не появится на самом фоне. Итак, этот вопрос мы с вами решили. Вы видите, как это можно все сделать. Здесь все очень просто. Здесь мы можем сохранить. В этом случае вы не увидите вашу статью. Мы можем ее опубликовать или установить в очередь, то есть сделать ее отложенным. Только после публикации вы эту статью увидите. Вы можете здесь установить какие-то теги. Ну, например, я опять пишу слово «своё тест». Вот эта часть поисковой оптимизации – это обязательный вопрос, который нужно вам решить. Первое, что нужно сделать, это обратить внимание вот на эту нижнюю часть, вид в поисковых системах. То есть это у нас идет информация о том, что, как будет выглядеть наш пост, анонс, сниппет нашего поста будет выглядеть в поисковых системах. Как видите, ссылка очень некрасивая. Ссылка сгенерирована из кириллицы. Поэтому здесь, пока мы с вами, видите, убрали, у нас здесь нет названия поста. Я пишу здесь на латинице «тест». И вот у меня появляется ссылка с окончанием «тест». Теперь она красивая, написана на кириллице, пусть она такой остается. Мета-заголовок у меня остается тестовый. Я его должна увеличить. Вот обратите внимание здесь, потому что, значит, для того, чтобы он был действительно красивым, вы должны сделать такой заголовок, чтобы на него обратили внимание. Вы здесь пишете мета-описание. Здесь вы можете писать отрывок своего поста. Обычно этот отрывок отображается на гаджете. Здесь вы тоже можете сделать конкретное название для заголовка, именно для мобильных, и пишем «мы с вами готовы». Все, с поисковой оптимизацией мы с вами решили. Давайте попробуем опубликовать наш тест. Вот он у нас появился. И мы хотим его просмотреть. Вот здесь вот нажимаем на глазик, и видим наш с вами сайт. Обратите внимание на то, что вы здесь сразу видите все корректировки, но обратите внимание на то, что фон самого поста у нас серый, и смотрится не очень хорошо. Давайте мы с вами вернемся в редактор. Заходим в «Редактирование поста», и вот здесь у нас есть с вами такая кнопочка «Дизайн». Обратите внимание, что здесь вы можете поменять буквально все. Ну, например, заголовок. Вы можете изменить шрифт, цвет и так далее. Дату и автор. Тело поста. Категории можете поменять теги. А вот здесь вот есть фон. И вот в этом фоне мы с вами можем поменять фон и внешний вид. Я выбираю вот такой вот серенький, то есть он получается у нас беленький рейтинг, стал беленький у нас. Вот теперь вот такого вида он у нас остался. Давайте опубликуем наш сайт. Это работа с дизайном. Вот это вот работа «Выбор макета». Вы можете увеличить поля поста, можете изменить дату поста, то есть как она будет писаться, заголовок поста, выравнивание, кнопки соцсетей и так далее. А вот это вот настройки нашего с вами поста. Здесь мы поставили формат даты, размер кнопки. Видите, у нас на кнопке написано «Share on Facebook». При настройке вы можете написать здесь «Поделиться». Видите, кнопка у вас уже изменилась. То есть здесь полностью можно сделать все настройки. Итак, настройки поста мы с вами продолжать не будем. Я думаю, здесь понятно, что мы с вами можем сделать. Давайте мы с вами опубликуем наш пост. Но имейте в виду, что только после того, как вы опубликуете весь сайт, только после этого вы сможете посмотреть полностью свой сайт со своим постом. Давайте посмотрим предпросмотр. Видите, мы имя сайта не дали. И теперь еще один момент. Вот я выделяю эту часть, выхожу вот в эти настройки. И вот здесь еще нам нужно настроить с вами анонс. То есть мы оставляем число постов анонсов у нас будет на 10. Дата постов у нас будет отображаться именно вот таким образом. Слово «Знак» перед именем автора. Пожалуйста, вы можете его здесь заменить. Текст поста у нас идет 269 знаков. То есть вот в таком плане будет выглядеть у нас, я считаю, достаточно. Размер фиксировать мы можем 300 пикселей. Кнопку «Читать дальше» мы можем с вами изменить ее ширину. Вы также можете эту кнопку поменять по высоте. Вот она у вас будет. Вы можете здесь заменить слова «Начитать далее». Видите, меняется. Нумерация страниц у нас здесь. И ссылка на предыдущий пост. Опять же, вот здесь можно писать следующий. Эта ссылочка у вас появится. И предыдущий. Тогда, когда у вас будет несколько постов. Закрываю это. И еще раз хочу вам показать следующее. Для того, чтобы работать, как мы с вами говорили в предыдущих видео, с каким-либо объектом его надо выделить, у вас появится дополнительное меню кнопок, с которым вы будете работать. Давайте выйдем еще раз на дизайн анонса. В дизайне анонса у нас с вами фон серый. Давайте мы исправим его на белый. Вот таким образом. Все. Все настройки нашего поста. Главной страницы мы с вами сделаем. Давайте еще раз опубликуем. И сделаем просмотр. Вот так будет выглядеть наш сайт. Как видите, здесь я не писала ни имя сайта, ничего здесь не делала. Вы это все должны будете сделать. Я думаю, это не вызовет у вас никаких трудностей. Кликаем вот на эту кнопку «Читать далее». И выходим на сам пост. С комментариями и со всеми остальными вытекающими последствиями. Итак, блок мы с вами тестовый, очень простой, очень такой элементарный создали. Я надеюсь, что вы поняли, как это делается. И это у вас не вызовет затруднений. Если же затруднения какие-либо появятся, обращайтесь. Мы с вами сделаем это вместе. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok